Предпринимает Канаду, Пейдж Уоррис и Брюри Свингер Они открываются выступления параллельным прыжком Тайный клуб сделан очень неплохо и из хороших шабов Заход на подкрытку Неплохая подкрытка, не более того Тодест назад наружу Сделаны уверенно Параллельное вращение Партнера проблемы после приземления Параллельное вращение Сделано хорошо Сейчас следует дорожка шагов В этом году она может быть абсолютно вольной формы Покрывающей все передовой пашей Неплохая дорожка Оригинальный заход на поддержку. Очень интересный переход из одной позиции в другую позицию. Очень интересная поддержка. На этом они заканчивают свою короткую программу. Хочется отметить очень хорошие физические данные партнера и партнерши. То есть у них очень хорошее сочетание роста весовых показателей, что позволяет партнеру замечательно делать выбросы, поддержку, подкрутки. Хочется сказать, что, конечно, партнер не вертовость катания. Он не навевает образ геиста канадского. Сильного, мощного, уверенного в себе. Мне кажется, для хоккея он еще слабоват. Хорошо, он потренируется, у него есть запасы. Если только внешние данные, я имею в виду физическая мощь, можете играть ему на руках. Хотя катание в хоккей иногда тоже играет. Хорошее катание. После прыжка, да? То есть он потерял позицию даже Либиду после приземления. Потому что параллельно вращение там бывает, что ценится наличие всех трех базовых позиций. Либидов, Волчковик, позиции 100. И как раз Либидов, вы видите ли у него? Либиды вращения. Посмотрите. Вот как раз то, о чем я говорил. Очень интересный заход на параллельный тренет уют. Небольшая помарка на приземлении, но замечательный заход на одной ноге с шагов. Это подкрутка? Это подкрутка. Это подкрутка, да. Но она обычная. Сделанная на базу. Во-первых, ошибка партнера. Он высоко сидит в Волчке, потому что бедро опорной ноги тоже должно быть параллельно льду. Что у партнера не очень наблюдается. Но это, видимо, связано с его как раз габаритами. Вот выброс. Ну и просто неплохо. Партнерша, видимо, очень хорошо владеет собой в безопорном положении. Спасает такие элементы, даже преднапреты. Вот они все-таки передают привет Робину. Права Линдон Джонсон. Как раз тренер и первой парой, которой у нас выступала американская Дэвис Ладвик. Привет, Канада! Привет, Канада! В Америке самое популярное выражение было, когда мы сидели в Киссон Край, а не Бодихоум. Кто он? Сэрю, Дэвис Ладвик. 52,88 суток. Но подтвердились наши прогнозы, что они получат неплохие баллы. Ну, пока они первые из тех четырех пар, которые мы увидели. На самом деле это не очень серьезные результаты, потому что если смотреть на лучшие результаты, которые...